Дорогие зрители, когда покупаете растения или другие товары через интернет, проверяйте их сразу же на почте. Как во избежание ненадежного продавца, так и для того, чтобы удостовериться, что почтовая компания в целости и сохранности доставила вам ваш товар. А в сегодняшнем видео, как вы уже догадались, у нас с вами распаковка. Приобрела несколько новых растений из своего списка хотелок. Так как сейчас не дома и вынуждены скитаться по стране, есть надежда вернуться рано или поздно домой. Поэтому планирую выращивать данные растения в горшках. Это облегчит транспортировку в дальнейшем. Так что досмотрите видео до конца, пересадка и как они выглядят сейчас спустя неделю. Приобрела два саженца голубики, лохины украинскую и один саженец розы мими-эден. Как видите, продавец постарался. Упакованы растения довольно хорошо, плотно. В процессе транспортировки они не мотылялись и даже положили подарочек, удобрения для овощей. В комплекте накладная с наименованием товара и со стоимостью. Коробок довольно плотный, высотой около метра. Каждый горшок запечатан отдельно. Благодаря картону сохранились ребра жесткости. Растения не повредились. Земля из горшков не повысыпалась благодаря тому, что обмотали их пищевой пленкой. Это значит, что почва будет меньше пересыхать в горшке, а это увеличивает шансы на то, что растение будет доставлено более живое и свежее. Легче перенесет транспортировку, максимально сохранит свою жизнеспособность. Визуально роза выглядела совершенно здоровой. Горшок объемный, вместительный, наверное, литров на пять. Видно, что саженец уже не первого года жизни. Меня это радует. Это значит, что роза выносливая к морозам. Хорошо переносит зимовку. И на зиму не обязательно высаживать в открытый грунт. Угу, красавица. Очень много новых побегов с бутонами, так что, думаю, порадую вас видео в дальнейшем с ее обильным цветением. Сейчас покажу вам, как выглядит голубика. В конце ролика я озвучу, сколько лет такому растению. Кусты крепкие, с ягодами. Как по-вашему, на какой возраст они выглядят? Я купила два поздних сорта. Эллиот и Блю Голд. Растения должны быть высокорослыми. Позднеспелые, потому что сроки созревания август-сентябрь. Ягоди созревать еще около двух месяцев, но, несмотря на это, она уже довольно крупная. Визуально голубика тоже выглядит здоровой. Горшок объемом 2 литра. Если приглядеться, можно увидеть множество новых молодых побегов. Активно пошли в рост спящие почки. Корневая плотно заплела горшок, поэтому пересадка неизбежна. Давайте посмотрим на второй сорт. Еще не открывая, визуально видно, что листья отличаются от первого. Это сорт Эллиот. Побеги довольно длинные, около 70-75 см. Все растения доехали хорошо. Выглядят здоровыми. Этот сорт порадовал еще большим количеством ягод, но они на нем немного мельче. Это значит, что срок созревания будет немного позже, где-то в сентябре месяце. Почему приобрела именно поздние сорта? Сейчас объясню. Заказ я сделала в последних числах июня, и пришел он довольно быстро, в течение двух дней. Продавцом было заявлено, что кустарники уже плодоносят. Почему бы в этом году уже не посмотреть на результат? Заодно посмотрю на качество растений, и если все понравится, то весной сделаю еще заказик на более ранние сорта. Перед началом полномасштабной войны сделала не один заказ у разных продавцов на большое количество роз. И, конечно же, в этом списке был Пьер Дерансар. Но из-за боевых действий и переезда пришлось аннулировать все заказы, а мечта осталась. Поэтому я и выбрала Мимиа Ден, красивую миниатюру популярного сорта Пьер Дерансар, которую также называют Эден Роуз. Планирую пересадить и выращивать в горшке на пороге у дома. Будет радовать глаз, а при переезде заберу домой. Также дела обстоят и с голубикой. К тому же эти сорта очень морозостойки. Например, цветы голубики Элиот выдерживают заморозки до минус 7 градусов, что поможет сберечь урожай при возвратных заморозках. Ну что ж, приступим к пересадке. Для розы я в саду нашла горшок подходящего размера с уже купленным грунтом. Я вытравила предварительно отсюда муравьев и способом перевалки пересажу розу. В конце покажу, как она выглядит. Для голубики я взяла горшки в 3 раза больше. Тоже нашла здесь на участке. Остались от хозяев от покупных растений. С растениями голубики нужно быть довольно аккуратным при пересадке, потому что очень много новых побегов молодых. И чтобы не сломать почки, которые опустились в рост. Корневая система выглядит отлично, но она очень сильно заплела горшок, потому что ей там уже мало места. Сильно корни растрепывать не буду, чтобы растение не перенесло стресс сильный при пересадке, и чтобы растение не начало сбрасывать уже завязавшиеся ягоды. Новые побеги у голубики очень хрупкие и нежные. Прирост красно-коричневого цвета. Поэтому пересаживать буду методом перевалки. Во время извлечения кома земли из горшка видно прирост новых молодых корней, а также удобрение пролонгированного действия в виде гранул. Если хотите выращивать в горшке, а средств нет на приобретение новых кашпо большого размера, то ловить от меня лайфхак. Можете взять старое оцинкованное ведро ненужное или любую большую емкость. Главное сделайте отверстие для стока лишней влаги. На дно горшков обязательно улаживаю дренаж, но учтите, что земля из огорода не подойдет, поэтому я покупаю уже готовый питательный субстрат для голубики, который изготавливается из смеси торфов, уже с добавлением подкислителей природного происхождения. В его составе имеется повышенное содержание фосфора и калия. Голубика любит очень кислую землю. PH должен составлять 3,5-4,5 оптимально. К посадке голубики я тоже отнеслась ответственно, поэтому постаралась изучить все нюансы выращивания. Сейчас с вами поделюсь некоторыми из них, а именно, почему же не плодоносит голубика. В первую очередь, это может быть неправильная кислотность почвы. Максимально PH должен составлять 4,5. Вторая причина, это нарушение полива. Голубика требует регулярного увлажнения почвы, особенно в период созревания ягод и в засушливую осень. Как вы можете увидеть сейчас на видео, для лучшей транспортировки голубики в ведре, я посадила растение так, чтобы ручка находилась внутри куста, чтобы в любой момент можно было взять за ручку и перенести без усилий растение в другое место. Рассмотрим еще две причины плохого плодоношения голубики. Это плохая освещенность растения. Голубика любит притененные места с повышенной влажностью. Но растение будет плохо развиваться и формировать зависть без солнечного света. Поэтому участок для выращивания должен быть достаточно освещен. И, пожалуй, основная причина плохого плодоношения, это возраст растения. Максимальное плодоношение начинается у голубики с 5-6 года. Но первые ягоды появляются уже на второй год. Як у нас зазвучай кажуть, не знала баба клопоту, купила поруся. Так же и я. Во время первых ливней, во избежание того, чтобы растение не побило градом, я все занесла в гараж. На день просто открывали двери, чтобы растения видели солнечный свет и дышали свежим воздухом. Ношусь теперь со своей голубикой як спысаную торбою. Простояла моя голубика и питонии. Ровно 5 дней покалили обильные дожди. Была угроза, осадка в виде града. Сверху почву в горшках и в ведре под голубика я замульчировала корой. Лучше использовать кору хвойных пород деревьев, например, сосны или ели. К тому же мульчирование помогает избежать быстрого выветривания торфа из горшков, а также дольше удерживать влагу, что способствует лучшему самочувствию растений. Перед тем, как скажу возраст голубики, хочу поинтересоваться у вас. Дорогие зрители, у кого есть опыт покупки голубики через интернет и какими были саженцы, когда вы покупали? Совпадал ли озвученный возраст с тем, что приходило по факту? Моей голубике 2 года. По крайней мере, так сказал продавец. Но и по растениям видно, что побеги молодые, не сильно старые. Порадовало, что ожидания реальности совпали. Прошло 7 дней с момента пересадки розы в горшок на постоянное место, по крайней мере, в этом году. И смотрите, какая она стала красавица. Листва под палящими солнечными лучами не обгорает, бутоны потихоньку наливаются. Еще абсолютно ничем не удобрела и не подкармливала. Все питание идет пока из земли. И качество саженца говорит само о себе. Дорогие зрители, если видео было вам полезно, жду от вас обратных реакций. А в следующих видео покажу эту цветущую красотку. На сегодня все. Пока-пока!